Военная обстановка в Сирии 4 мая 2017 года В регионе Восточная Гута возле Дамаска продолжились бои между Джей Шалислам и объединенными силами корпуса Аль-Рахман и Хаят-Тахри-Рашшам, бывшая джипхата Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды. Корпус Аль-Рахман и Хаят-Тахри-Рашшам захватили у Джей Шалислам деревню Бейт-Сава. Ранее на этой неделе Джей Шалислам убили командующего корпусом Аль-Рахман, Самира Аль-Салеха, после того, как он сдался боевикам Джей Шалислам. Согласно докладам, в боях между группировками боевиков в Восточной Гуте погибло 146 человек, включая 30 мирных жителей. Бои между боевиками в Восточной Гуте начались в конце апреля, после того, как корпус Аль-Рахман и Хаят-Тахри-Рашшам обвинили Джей Шалислам в провале попытки прорвать осаду котла Аль-Кабун, где в окружении правительственных сил находятся боевики корпуса Аль-Рахман, Хаят-Тахри-Рашшам и Ахра-Рашшам. Согласно сообщениям нескольких оппозиционных и правительственных активистов, в сирийской провинции Дараа, возле границы с Иорданией, получил ранение известный генерал-майор Касейм Сулеймани, командир подразделения КУЦ, иранского корпуса стражи Исламской революции. Данные сообщения не были подтверждены ни фото, ни видеодоказательствами, а Миноборона Ирана не прокомментировала данное сообщение. Подразделение КУЦ является спецподразделением корпуса стражи Исламской революции, в чьи задачи входят проведение операции за рубежом. В Сирии Сулеймани отвечает за контроль действующих в данной стране различных проиранских формирований, а также за координацию действий Ирана с Дамаском и Москвой. Сообщения о предполагаемом ранении возникли после переброски крупного числа подкреплений сирийской армии в провинцию Дараа, чтобы отразить осуществляемую Хаят-Тахри-Рашам и ее союзниками операцию в столице провинции. Перебросочные подкрепления должны позволить правительственным силам стабилизировать ситуацию в городе Дараа. Между тем, сирийская армия и Хезбалла провели ряд операций против боевиков в пригороде Дараа. При помощи самодельных взрывных устройств правительственные силы уничтожили три единицы техники, принадлежащие Джеш-эль-Ислам и другим группировкам свободной сирийской армии, которые передвигались по дорогам между Аль-Масива и Аль-Марак, по дороге между городами Басра-Аль-Харир и Наэта, и по дороге в деревню Ум-Аль-Майзин. Уничтожены дюжины боевиков Джеш-эль-Ислам. ИГИЛ заявил о том, что 16 смертников совершили атаки на позиции СДС в городе Аль-Шахаде в провинции Хасака. Смертники смогли проникнуть в город и атаковали позиции сирийских демократических сил СДС, а также американского спецназа в районах Масакин-Аль-Гар и Аль-Митин. Другие две группы атаковали позиции в деревне Аль-Харире в окрестностях лагеря Ружм-Салиби, которые, предположительно, принадлежали рабочей партии Курдистана и РПК. В ходе операции боевики ИГИЛ провели обстрелы тяжелой артиллерии и ракетами ГРАД, позиции на территории населенного пункта Аль-Шададе. СДС отрицает то, что ИГИЛовцы смогли пройти через оборону курдов. Вчера ИГИЛ провело атаку на позиции СДС в районе Аль-Сифсафе, в восточной части города Тапка. СДС отбили атаку, уничтожили группу ИГИЛовцев и техничку. Кроме того, СДС объявили о том, что бои в северных районах Тапки продолжились, а бойцы СДС уничтожили 20 ИГИЛовцев, захватив множество оружия и боеприпасов. СДС. СДС.